МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ага, поехали! У меня дома два кота. Точнее, кот и кошка. Кота мы взяли в подъезде примерно два года назад, в уже взрослом возрасте. И, наверное, от нехватки еды сейчас он, как пылесос, просто все подъедает и совершенно непривередливый. А вот кошку мы взяли довольно давно. Она была совсем маленькая, тоже в приюте. И в последнее время она начала капризничать и даже перестала есть мокрый корм. Справедливости ради, нужно сказать, что он был не очень дорогой, в районе 20 рублей за пакетик. Но все равно встал вопрос, чем же кормить кошку и как это правильно делать? В современном мире проще всего использовать, конечно же, готовые рационы. Это очень критично для кошек, потому что у них бывает вторичный или алиментарный гиперпаратериоз, который вызывается неправильным кормлением. Допустим, если мы берем котенка и кормим его исключительно мясом, это заболевание в конечном итоге котенка настигнет, потому что в мясе недостаточно витаминов, макро-микроэлементов, которые есть в готовом рационе, которые нужны растущему, формирующемуся организму. Поэтому проще всего и лучше всего кормить готовыми рационами. Есть список запрещенных продуктов, которые ни в коем случае нельзя давать домашним животным. Ни кошкам, ни собакам нежелательно давать жирные продукты. То есть это сливки, это, допустим, свинина, жареная ни в коем случае нельзя, шашлык, то есть жир со сковородок. Вот такие вот продукты, потому что у них очень быстро это может вызвать приступы, связанные с панкреатитом. Или сильные расстройства желудочно-кишечного тракта, а кошка от острого панкреатита, да и собака тоже, она элементарно может погибнуть. Это очень серьезное, острое, тяжело протекающее заболевание. Когда я думал над тем, чем же кормить своих кошек, мне пришла в голову мысль, может быть, совсем отказаться от кормов. И, например, кормить их только мясом, обычным сырым мясом. Ну или, например, тем, что мы сами едим. Еду со стола нашим животным кушать нельзя. Мы нашу еду присаливаем, перчим, то есть такое нельзя. Часть, соответственно, продуктов, которые мы кушаем, также животным нельзя. Шоколад, лук, авокадо, виноград и дальше достаточно большой список. То есть, если вы кормите животное, то кормление должно быть правильным. Это уже минимизирует часть заболеваний. Если, опять-таки, речь идет про кошек, то у кошек важным профилактическим моментом в лечении, в профилактике мочекаменной болезни является обильное питье. Кошки, как пустынные хищники, они мало пьют жидкости сами по себе. Поэтому в идеале расставлять дома мисочки, либо есть специальные фонтанчики, в которых идет водичка проточная, чтобы кошечка пила, чтобы моча была менее концентрированной, и меньше образовывались соли и камешки. По поводу кормов, которые разделяются на категории для котят или для щенков, для стерилизованных животных и для взрослых животных. Они разработаны с учетом потребностей физиологических определенного возраста и состояния животного. Поэтому корма для котят, они более калорийны. И если, допустим, взрослую кошку кормить кормами для котят, она, конечно же, будет их кушать, потому что они вкусные. То есть они калорийные, вкусные, жирные. Но такая кошка рано или поздно столкнется с проблемой набора лишнего веса. А ожирение – это заболевание, от которого кошечки страдают. И вот у полных кошечек тоже очень часто встречается такое заболевание, как сахарный диабет. Корма для стерилизованных животных. Они созданы с учетом потребностей организма кастрированного и стерилизованного животного. И они идут с профилактикой набора лишнего веса, а также с профилактикой мочекаменной болезни. Это очень важно для котов, самцов. Еще я раньше думал, что котов нужно кормить и сухим кормом, и мокрым. Потому что есть же два вида. Оказалось, что нет, что мокрый корм – это уже изыски. И, кстати говоря, если кормить только мокрым кормом, то у котов может образовываться зубной камень. И как раз сухой корм помогает его счищать. Поэтому сухой обязательно, а мокрый уже по желанию. Единственное, что еще очень важно, это чтобы у котов всегда была вода в достатке. Касательно цены рациона. Более дорогие рационы, они созданы из более качественных продуктов. Там выше качество белка и, соответственно, его процентное соотношение, а также питательность рациона. Поэтому, если мы берем, грубо говоря, корм за 100 рублей и за 15 рублей, кошечке корма за 100 рублей достаточно будет одного пакетика. И она им наестся. А за 15 рублей он как бы пустой. То есть он дает объем, но он не дает энергии. И ей нужно таких 3-4 пакетика на раз, чтобы наесться хорошо. Поэтому вот так вот любить своих котов и правильно их кормить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова